Виталий, приветствую тебя! В начале очередной торговой недели мы традиционно с тобой начинаем пятидневку с тех событий актуальных, которые только планируются к выходу. Ну, конечно же, центральной темой для рынка будет все те же выборы, до которых остается рукой подать следующий вторник. Я думаю, что, с одной стороны, волатильность должна расти в преддверии такого рода событий, но есть и трейдеры, которые считают, что, напротив, из-за такого важного грядущего фона многие предпочтут не лезть в рынок, чтобы не попасть в ОСАГ, и вот эта выжидательная позиция, она, напротив, может привести даже к некоторому затуханию торгов. Ну, ладно, время покажет. Я думаю, то, что даже без выборов, если вернуться к теме новых мер экономического стимулирования, так достаточно, опять же, вот этих фундаментальных ожиданий относительно того, что рынок все-таки должен ходить. Можно непосредственно перейти тогда к нашим прошлым рекомендациям, тем более, что тот фон, который я немножко хочу пролонгировать, он как раз напрямую будет влиять на одну из идей. Давайте демонстрацию экрана. Момент. Так, друзья, сейчас перед вами график индекса доллара из любленного моего инструмента. Продолжаю я всячески рекомендовать работать именно с этим активом. Даже сейчас, если взять из-за основы ожидание того, что волатильность будет возрастать, вот, пожалуйста, инструмент, который даже при гипернеобычных, зачастую даже непонятных и необоснованных движениях на финансовых рынках, уверен, все равно сохранит вот эту консервативность хода. В прошлый раз я рекомендовал делать ставку на продажу индекса доллара после отбоя сопротивления 93 пункта. В принципе, действительно 93 как уровень мы коснулись, после чего просили там район 92-70. Сейчас продолжаем находиться ниже планки 93 пункта. Я рекомендую удерживать эту позицию, потому что несмотря на то, что на прошлой неделе все-таки по факту, можно сказать, уже отсутствует прогресс касательно новых мер экономического стимулирования, сейчас вот до выборов остается эта неделя. И, соответственно, я думаю, то, что в рамках этой недели конгрессмены снова попробуют достичь компромисса общего языка по вопросу дополнительных пакетов госпомощи. Потому что сейчас, я думаю, всем очевидно, что деньги срочно нужны американской экономике. Причем нужно закрывать глаза именно на какие-то политические выгоды, которые могут получить либо Трамп, либо Байден от вот этих мер поддержки. Сейчас нужно работать и в проактивном ключе, потому что ситуация с ковидом становится все хуже и хуже. Вот, кстати, я сегодня был крайне удивлен, когда анализировал статистику от исследовательского центра Джона Хопкинса и увидел там цифры роста суточных заболеваний в штатах больше 80 тысяч. Это максимум, вообще даже на пике первой волны не было такой статистики, ужасной статистики. И сейчас... Это, скажем так, я перебью. Это если раньше на пике, когда если сделать там условно тысячу тестов, то они покажут там 200 заболевших. А если сделать сейчас 100 тысяч тестов, то они покажут больше. То есть вот сейчас вот по поводу вот этой статистики, это немножко лукавство, вот как играют политики и, скажем, другие там. Поэтому здесь такой вопрос сложный. Сложно понять, как на самом деле оно происходит. Но я больше вот так склоняюсь, что за счет... Ну и большинство ученых и, скажем, статистиков, что за счет того, что просто больше делают тестов и кажется, что больше заболевших. А нужно смотреть по поводу смертности. То есть это самое главное, скажем... Ну окей. Вернемся к тому, что я отметил. Ситуация с пандемией становится все хуже. И, конечно же, в таких условиях, если даже не брать, не анализировать ситуацию в масштабах только США, нужно понимать, что при таком негативном воздействии на экономику, которая сейчас оказывает сам факт пандемии, паника среди людей и те потенциальные ограничения, которые могут усиливаться во многих регионах, это, конечно же, приведет к тому, что в третьем квартале, по итогам третьего квартала регионы будут по экономической составляющей очень сильно буксовать. И в Штатах, кстати, очень показательным будет на этой неделе отчет по темпам экономического роста. Это как раз отчет за третий квартал. Я думаю, то, что данные могут очень сильно разочаровать. И если сейчас, опять же, Конгресс все-таки еще воду мутит касательно того, стоит ли вот прям до выборов принимать решение о новых мерах экономического стимулирования, то, возможно, после того, как выйдут данные по ОВП, которые, как я уже отметил, с большой вероятностью разочаруют, может быть, этот отчет станет триггером для принятия более быстрых решений относительно госпомощи экономики. Поэтому как все эти меры, как дополнительный приток ликвидности с деньги должны повлиять и сказаться на динамике доллара, мы все прекрасно знаем. Как только заходит вероятность, точнее разговоры о более высокой вероятности принятия таких мер поддержки, индекс начинает резко валиться. Я предлагаю, как уже отметил, работать только лишь с такой ставкой, то есть со ставкой на снижение курса доллара. И я без каких-либо сомнений уверен в том, что как только американская экономика получит 1,7, 1,8 или 2 триллиона долларов, произойдет это на этой неделе, либо уже после президентских выборов доллар может потерять процента 2-3. Это точно. То есть индекс американской валюты. То есть оказаться поближе уже к значению 91, даже 90 пунктов – это вот мои сверхоптимистичные цели. Поэтому та идея, которая была раньше, она остается в работе. Ее продолжаем фанслировать на наш с тобой следующий эфир, который состоится в среду. Я очень надеюсь на то, что там будет больше конкретики по новым мерам стимулирования. И вторая идея, которая очень сильно коррелирует с пониманием фундаментальной слабости доллара – это рост золота. Сейчас котировки 1901 доллар за тройскую унцу. Я предлагаю через отложку бай-стоп поработать с лонговым сценарием. То есть бай-стоп 1905, стоп-лосс 1895 и уже мы ждем движения в район 1930 долларов. Поскольку, опять же, все, что я только что сказал про индекс американской валюты – слабость доллара должна в моменте импульсно привести к такому же активному трейдеру и по золоту. Потому что на фоне слабости, конечно же, американской валюты золото традиционно выигрывает. Это еще, если не говорить даже про риски влияния инфляции и классическая инвесторская страховка от инфекционных рисков через золото. Короче, две идеи, они коррелируют очень сильно между собой. То есть, если что-то пойдет не по сценарию, скажем так, скорее всего, оба этих инструмента покажут мне ту динамику, которую хотелось бы видеть. Я все-таки ставлю на то, что ничто не разочарует в рамках ближайших торговых сессий. Мы увидим более слабую американскую валюту и более дорогое золото. Виталий, слово тебе тогда передаю. Всех приветствую. Сейчас посмотрим график. Все видно уже? Нормально? Можно. Хорошо. Итак, поговорим о прошлых идеях, которые обсуждали в среду. Это о нефти поговорим. Очень хорошо отработалась моя идея в шорт. Давал шорт на отметочке где-то 41.20 утром в среду. Цели ставил 40, 39 и в район там 37. Сделали сразу в среду 39, точнее 40. Часть мы здесь скинули, я писал ребятам и своим, и в принципе в комментариях писал. Добили только сегодня ночью. Там смотрел что-то, фондовый индекс. Сегодня что-то с утра читал от Саудовской Аравии. Падает по каким-то причинам, не знаю. И потянул за собой нефть. Все в рамках прогноза. Две цели сделали. Для тех, кто шортил нефть, в принципе, можно еще подождать ее пониже. То есть, как уже сказал, в районе там 37 плюс-минус. Стоп можно чуть-чуть подтянуть пониже. Глобально, что по нефти, возможно. Конечно, вот это, если у нас прошел хороший импульс в начале сентября вниз. Вот это все коррекция, как я уже третью неделю говорю. У нас с этой коррекцией такой треугольничек нарисовался, боковой. Мы с него, по идее, должны выйти вниз. В район 35, возможно, чуть-чуть ниже. А глобально, если смотреть в каком-то там более среднесрочном формате, несколько месяцев, то вот это все набор позиций коррекционный, он должен быть, по идее, вверх. То есть, если это... Вот я сейчас рассуждаю локально, скажем, в течение месяца-двух, что в шорт смотрится. Вот глобально он должен, по идее, вверх пойти. Почему? Потому что у нас вот это все, что выкупили весной, летом, это, по идее, импульс. Сейчас идет коррекция и дальше наверх очень хорошо должны сходить. Там уже будем по факту смотреть. Пока точек входа в лонг нету, смотрим только в шорт. Здесь мы можем в этом боковичке еще застрянуть на несколько недель, возможно, месяц. И как будут рисоваться какие-то точки входа в лонг глобальный, мы о них будем говорить. Здесь можно будет неплохо заработать. Но пока зарабатываем на шортах, удерживаем шорты. Бренд аналогично. Я рекомендации не давал, но говорил, что все аналогично смотрится. Мы падаем по нефти вниз. Очень красиво. Здесь даже бренд более красиво ходила, нежели лайт, потому что лайт немножко выносила эти локальные хаи, даже стопы собирала. Так бывает, вроде бы одинаково нефть ходит, но бывают моменты, когда засаживают какая-то из сортов. У меня тоже было такое, помню, по несколько раз за время трейдинга, когда бывает, смотришь лайт, она смотрится условно в шорт. Был момент, но она уже начала падать. Смотрю, бренд еще не начал. Смотрю, шортану, она еще против меня там 100-200 пунктов сходила. Скажем, бывает такое. А по поводу новых рекомендаций, скажем, сложный рынок на сегодня. Мне пока он сильно непонятный. Вот в таком контексте сейчас будем что-то пытаться найти. Комментарий по золоту могу дать. Может стрельнуть в лонг, как ты сказал, а может и в шорт, потому что странно, его как-то скинули еще в четверг сильно. В пятницу пытались выкупить, не смогли. Но пока удерживают вот эту поддержку. Я о ней еще говорил ранее. Это условно 1900, 1896 с копейками. Вот это плюс-минус. Здесь кто-то сильно удерживает. И пока ее мы не продавим, могут отсюда, скажем, и хорошо пыльнуть наверх. Поэтому такой сложный момент. Но пока тоже возможен лонг, скажем, такой. По поводу торговых рекомендаций. По поводу индекса доллара сложно сейчас сказать. Как-то его хорошо выкупают. Это аналогично индекс доллара на доллар-франк. Вот в таком канале. И евро-доллар сейчас скидывает как-то пункт сильно. Давайте все-таки попытаюсь сыграть. Слушай, ну мне кажется, если нет локальных возможностей, может, тогда и не стоит мудрить. Ты очень хорошую рекомендацию по нефти дал. Да, потому что можно работать. Я же говорю, удерживать можно. А вот если прям хочется. Мне кажется, что здесь какая-то идет ловушка на рынке. Вот по поводу индекса доллара и евро-доллара. Может быть ловушка, чтобы они... Или это коррекция какая-то локальная, или глобальная могу скинуть. Сейчас неполная картина. Тот же фунт, допустим, да. Вот его все, что выкупили еще несколько дней назад, все скидывают, все обратно. Поэтому, чтобы здесь это все на самом деле не было коррекцией. И мы дальше уйдем сильно вниз, аналогично по евро-доллару. То есть он якобы смотрится сейчас вверх, но еще чуть-чуть рановато его покупать. Вот в пятницу хорошо выкупили. И сейчас сегодня желательно там сегодня-завтра посмотреть, что будет рисоваться. И вот в таком... Давайте вот так я подожду до среды. И там уже, возможно, прорисуется реально более серьезная картинка, чтобы не загонять ребят, скажем, в какие-то стоп-лоссы. Хотя любая ситуация даже надежная, она тоже не гарантирована. Мне бы нужно хотя бы там 75% уверенности, куда пойдет. Вот в таком... Давай пока остановимся тогда... Правильно, я понял. Подержал. Пока шорт нефти удерживаем, там часть, да, еще там упадет доллар-два. То есть еще чуть-чуть заработаем. А так пока я понаблюдаю... Я тебя понял. Как говорил Уоррен Баффетт, зачастую самая лучшая стратегия – это вообще ничего не делать на рынке. Спасибо тебе, Виталий, за комментарии. Ну что ж, тогда следим за рынками. Следующая встреча у нас с тобой в среду. Там, я думаю, что рынок покажет более выраженные тенденции и сможем найти что-нибудь поинтереснее. Тебе, как и всегда, хорошей недели и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok